Повезло бабушке, да? Хорошо, что мы ее на машине сбили. В смысле мы ее сбили? Ну, представь, если бы кто-нибудь другой ее сбил, она бы все, как нам рассказала. Все, хана, хата бы им досталась. А, ты в этом смысле? Да. Да. Мы же не такие с тобой, брат, правильно? Сейчас что делаешь? Смотри, что делаешь. Вообще-то мы на работе, на службе. Я просто хотел отучиться на пару часов. Немного надо в аптеке в лекарство купить. Да, без проблем, брат. Я сейчас на работе тебе прикрою. Давай, сходи. Да? Ну, все, давай. Рахмет, брат. Давай, увидимся. Кто там? Бабушка, это я. Серик вам продукты принес. Здравствуйте, бабушка. Принимайте продукты. Ой, спасибо, сынок. А я только сейчас хотела Берека отправить за продуктами. Кого? Берека. Берека? Да, ребятки. Спасибо вам огромное от души. Молодцы вы. Ой. А вы завтра приходите. Я вам блинов испеку. Спасибо, конечно, бабушка, за блины. Но мы больше прийти не сможем. Служба. Да, Берек? Да, бабуль. Свободные дни у нас редкость. Да, я понимаю, ребята. Вы занятые. А, да, кстати, Берек. А ты же сказал, завещание через нотариуса делают. А, слушай, Берек, давай сейчас в больницу заедем. Я сейчас свои анализы знаю. Чей анализ? Свои или бабули? Шучу я. Сколько там будешь? 20-30 минут? Меня тебя ждать? Не, мне можешь не ждать. Там, наверное, часа три. Я хочу полностью проверить. Давно этого не делал просто. Точно анализы? Если не веришь, хочешь, мои анализы проверь. Да ладно, не надо. Ладно, тогда я по району проедусь пока хорошо. По какому району? Да не переживай, где бабуля живет, там я кататься не буду. Да я и не переживаю. Алло, Серик. Что-то освободился? Нет еще? Ага, ладно. Как освободишься, наберешь мне, ладно? Ага, давай. Все, Серик занят. Набираем бабули. Алло, бабуль, здравствуйте. Это Берик. Ага, Берик, здравствуйте. Хотел спросить, вам помощь нужна? Что-нибудь помочь вам? Нет, мне ничего не надо. Мне Серик помогает, спасибо. Серик? Ешь, ничего себе. Серик, давай и скажем, что нам от нее ничего не нужно, просто мы ходим помогать, а? Ты сам себе веришь, что ты говоришь? Честно, нет. Давай, стучи, давай, давай. Так, что здесь происходит? Опять бабка что-то натворила? Извините, а вы кто такая? Я? Я хозяйка этой квартиры. Я сдала квартиру бабке, которая почему-то всем говорит, кому бы оставить эту квартиру, якобы это ее квартира. Я уже устала от нее. Ой, мы... Одни только проблемы. Извините, мы попутали подъезды. Извините. До свидания. Ой, Серик, Берик, а что вы мне на этот раз принесли? Бабушка, вы кто? Вы, походу, ошиблись. Вы перепутали, бабушка. До свидания. Да, ну спасибо вам. Это ментов лохануло. Ох, и шарлатанка же ты. Блин, нас какая-то бабуля лоханула. Не знаю. Может, это и к лучшему, брат. А то вдруг всю жизнь совесть мучила бы. Ты за себя говори, я за себя. Странно это такое. Ладно. Сейчас такое время, когда мечты стать космонавтами или врачом уже в прошлом. Сейчас у всех людей одна мечта. Получить или накопить на квартиру в мегаполисе. В связи с чем участились случаи с мошенниками, которые любыми методами отбирают квартиры у простых граждан, пожилых людей и ветеранов. Многие даже готовы пойти на крайние меры. Но надо всем всегда помнить, что на чужом горе счастье не построят.